Ярослав Кузнецов уже в Севастополе, но вспоминает, как еще неделю назад впервые в жизни выступал перед целым стадионом. Тогда на театральной площади в Ростове-на-Дону на официальном открытии фестиваля болельщиков собрались почти 20 тысяч человек. 14-летний севастополец и еще 20 ребят из разных городов России исполнили молодежный гимн Чемпионата мира по футболу. И это было очень круто. И все болельщики махали флагами, махали такими удобными битами. Кто-то там даже просто с ума сходил отчасти, что он оказался на футболе, там кричали, вопили. И находиться на этой сцене было для меня уже очень почетно, очень приятно, я был очень счастлив. Но попасть на большую сцену было не так-то просто. Да, отборочные этапы заняли у Ярослава больше полугода. В декабре – прослушивание в Краснодаре, в марте – полуфинал в Санкт-Петербурге и в мае – финал в Ростове-на-Дону. Участников концерта отбирала конкурсная комиссия совместно с представителями ФИФА. То, что прошел, Ярослав узнал, когда приземлился в Симферополе. И нам тут же звонят и говорят, что я прошел и выступаю на открытии Чемпионата мира по футболу. Счастье у меня, конечно, было просто. Я там кричал на самолет от радости, мы еще даже не успели из него выйти. Даже там с нами рядом сидела наша соседка по месту. И она тоже нас так обрадовалась, тоже сидела, улыбалась, поздравляла. Мы там всем самолетом радовались за меня. Тексты, партитуру, песни ему выслали заранее. А за три дня до концерта он вместе с другими ребятами уже репетировал в Ростове-на-Дону. Оттачивали и сценические движения. В таком масштабном выступлении Ярослав участвовал впервые, хотя к сцене он привык, поет с пяти лет. Побеждал во многих международных и всероссийских конкурсах. А сегодня он солист шоу-группы «Сюрприз» Творца детского и юношеского творчества. Я всегда говорю, что каждый ребенок по-своему талантлив. И если все-таки он в каком-то одном направлении себя проявил действительно эксклюзивно, действительно так, что это заслуживает внимания, мы стараемся во дворце делать все возможное, чтобы поддержать ребенка, толкнуть его, дать ему, ну, как говорили раньше в старые времена, путевку в большую жизнь. Ярослав признается, вера мамы в успех дала ему силы побеждать. И все выступления сегодня парень посвящает именно ей. А в будущем собирается стать профессиональным артистом. После окончания школы планирует поступать в консерваторию. А желают удачи Ярославу на пути к мечте. Елена Корнухова, Сергей Котлеренко и весь коллектив информационного канала «Севастополя».